Вечер за бортом Я записывал видео утром-утром А днем, ближе к вечеру Это касательно новостей По поводу того, что Водители-дальнобойщики Освобождены, освободятся Точнее, от обязанности Быть полностью вакцинированными Для того, чтобы выполнять свои рабочие обязанности Так вот, днем вчера Ближе к вечеру Правительство разродилось С заявлением о том, что Информация, которая была прежде размещена На сайте пограничной службы Канады О освобождении Дальнобойщиков от вакцинации Эта информация была дана По ошибке Никаких изменений Никаких льгот Никаких освобождений водителя-дальнобойщиков От вакцинации Не предусматривается Соответственно 15 число, которое у нас Не за горами уже совсем Осталось буквально Денечек Рубикон В отношении того, что В отношении того, что Все дальнобойщики должны будут проходить Эту самую вакцинацию Если они хотят работать дальше В связи с этим Вот опять же Только что появилась Информация в интернете Которая сейчас активно распространяется На 23 число Объявлена Ну скажем так Манифестация По дальнобойщики И на территории США И на территории Канады По крайней мере в Канаде Она будет выглядеть В отличие от чем образом Что Люди, которые Работают водителями Они садятся За рули своих автомобилей И Медленно Медленно Едут по улицам Создавая трафик Пробки И все такое Понятное дело Что это будет крайне удобно Для других участников Движения Но вероятно Никакого другого способа Как-то привлечь внимание Властей к этой проблеме Нет Еще раз По Разным данным Примерно 12 тысяч людей Которые сейчас являются водителями Они Не смогут Или самостоятельно Либо вынужденно Работать В своей индустрии Потому что Они не вакцинированы Да При этом напоминаю Что В индустрии Существует Еще и Нехватка рабочих рук В размере Примерно 18 тысяч водителей То есть Жесть-жесть Ну Вероятно В качестве того Чтобы И дальше продолжать Зажигать Да Я вчера так Оптимистично Сказал Что вот У нас Здравый смысл Вот у нас Какое-то там Послабление Вот у нас Там народ Похоже Слушают Значит Правительство Крубека Заявило Опять же Уже после Моего вчерашнего Видео О том Что они Планируют Пускать Только по паспортам Вакцинации Тех людей У которых Есть собственно Полная Вакцинация Во все Магазины Площадью Более полутора тысяч Квадратов Значит Если ты Паспорт Такого не имеешь То в магазин Ты дойти Не можешь То есть Условно говоря Костка Волмарт Не знаю Там Уинерс Какой-нибудь Да Это крупные Магазины Которые здесь В Канаде Есть Все Забудьте Вы в них Пойти не можете Значит Так уж и быть Правительство Сказало Ну хорошо Мы не будем Требовать Чтобы были Три Вакцины Но хотя бы Чтобы были Две И тогда Ты будешь Считаться Полностью Вакцинированным То есть Правительство Лего продолжает Сжечь Ну и Вероятно Для того Чтобы подсластить Как-то пилюльку Вот сейчас Буквально Пару часов назад Было Объявлено О том Что с 1 мая В Куйбеке Вводится Повышение Заработной платы Минимальной До 14,25 долларов В час То есть До этого Было 13 Вот сейчас Текущая 13,50 13 долларов 50 центов Минимальная Зарплата Официальная В час То есть Меньше Эта зарплата Тебе не имеет Права платить То есть Вот Все Вот меньше Этого нельзя Значит Если ты работаешь Наверное на работе А не на той работе Где еще и вы А вот теперь Начиная с 1 мая Этого года 14,25 Это вероятно Должно Как-то Смягчить Впечатление По поводу Того маразма Который Творится В плане Коронавирусных мер Вот такие Вот новости С такими новостями Мы уходим На выходные Я уже Боюсь Честно говоря Что там Придет им в голову В выходные Что они объявят В понедельник Это уже Вращается Просто в какую-то Сюр Реально Сюр Откланиваюсь Отдыхайте Наслаждайтесь Хотя бы Тем Что У нас Как-то Зима Еще Снег Хотя бы Как-то Отвлечься Что-то Поделать Все Счастливо Пока Счастливо 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 Счастливо